Мужа моей сестры звали Хью Лазьер. Никогда прежде я не встречал человека столь уверенного в себе. Вы, наверное, знаете этот тип, довольно часто попадающийся в компаниях. Такие, как он, заглушают голоса остальных, обожают тыкать указательные пальцы в грудь собеседника, что-то объясняя. Осуждения их обязательно звучат как истина в последней инстанции. Конечно, их никто не любит, но восхищаться ими могут. Естественно в том, что тебе суют кулак под ребро в разгар спора, приятного мало, но как не позавидовать уверенности, с которой можно переключать любого или небрежно ткнуть стоящего напротив пальца. Так вот, Хью Лазьер был исключением. Его любили. Мне самому все три дней было изрекать абсолютные истины. Виной тому была моя работа. Я довольно часто оказывался в разных точках нашего сложного мира, где я привычным был в состоянии беспорядка и хаоса, а единственным стабильным занятием – улаживание политических конфликтов. Хью как-то заметил, что просто счастьем для страны было то, что мои начальники не ведали моих сомнений. Бог знает, куда бы это завело несчастную Англию. Не могу сказать, что его фраза пришла с меня по вкусу, но возражать ей, однако, не стал. Такова, видно, моя участь. Я сразу подумал, что у него есть основания так думать. Несмотря на это, он был мне довольно симпатичен, и не только мне. Как я уже сказал, его любили все, с кем он общался. Симпатичный румяный здоровяк с открытым характером. Казалось, он готов принять все, что вы скажете. Щедрость его была чрезмерна, и того редкого качества, когда принимающий подарок, несмотря на всю его ценность, начинал думать, что он оказывает тем самым огромную услугу дарителю. В юморе Хью не было ничего особенного, но ему вполне хватало и этого. Внешне спокойно и сдержанный, всю свою энергию он приберегал для тех случаев, когда кому-то действительно могла понадобиться его помощь. Особенно, если не удавалось прямо попросить его об этом. Он совершенно искренне считал, что через десять минут с начала знакомства его собеседник имел право потребовать от него чего угодно, и он был всегда готов выполнить просьбу. Помню, прошел всего месяц после их свадьбы с Элизбетом. Она как-то заметила в разговоре с ним, что мне очень понравился великолепный портрет кисти Джона Копли, висевший в их замке. Я до сих пор вздрагиваю, когда вспоминаю охвативший меня ужас при обнаружении подарка. Тяжеленный ящик с дарственной карточкой в моей крохотной квартирке. Потребовалось немало усилий, чтобы в конце концов он принял картину обратно. Не столько потому, что она стоила больше, чем весь дом, в котором я обитал, сколько из-за того, что она весьма проигрывала в цвете на моей стене. Думаю, что он заподозрил меня во лжи, но его характер не позволял обидеть человека неприклипым сомнением. Характер Хью определила и сформировала двухсотлетнюю историю рода лазьеров, положившей отпечаток на атмосферу его замка. Первые представители семейства сравняли части высоких холмов у реки, вложили в поместье немало сил и средств, что и обеспечило его процветание. Их потомкам везло не меньше, свой доход они мудро вкладывали в различные предприятия, лазьеры преуспевали и вскоре и высокая стена отгородила райский уголок, получивший имя Хилл Топ от окружающего мира. Мне кажется, что и сам Хью был человеком из восемнадцатого столетия, который каким-то образом оказался в нашем веке и постарался приспособиться к новой жизни. Хилл Топ был практически неотличимой копией знаменитого Дейнхауза, о котором вы конечно же слышали. Правда, Дейнхауз уже долгое время оставался без хозяев, а в Хилл Топе жизнь била ключом. Человек, впервые видевший это выдающееся памятник архитектуры, был не в силах сдержать восхищение. Мощные древние камни не могли искорить все изящество его конструкции. К реке вели широкие лужайки. В течение многих десятилетий они подстригались столь тщательно, что напоминали теперь ярко-зеленый ковер, оттенки которого менялись с малейшим дуновением ветерка. За домом начинался парк, постепенно переходящий в небольшой лес. Деревья скрывали очертания конюшен и других хозяйственных построек. За лесом начиналась дорога. Содержание ее в порядке входило в обязанности хозяев земельных участков, через которые она прилегала. Думаю, и так ясно, что Хью реже остальных пользовался ею. Хотя, большая ее часть была вымощена именно по его приказам. Жизнь за Хью принадлежала Хилтопу. Только крайняя необходимость могла вынудить его оставить замок. Если вы все-таки встречали его где-то в городе, тут же снова понятно, что он считает минуты, отделяющие его от возвращения домой. И не проявивая достаточной самосмотрительности, как он немедленно утаскивал вас с собой. А потом пролетали недели, прежде чем находили в себе силы оставить это чудное место. Вы уж мне поверьте. По-моему, после замужества Элизабет я провел куда больше времени в Хилтопе, чем в собственной квартире. Как-то я спросил у нее, почему она выбрал Хью. Ведь до свадьбы она была хорошенькой, но крайне неугомонной и непоследливой девицей. Я спросил без обедняков. Она улыбнулась. Я знал, что была счастлива с первой минуты нашей встречи. Пути их пересеклись на какой-то художественной выставке, посвященную ультрамодернистам. Она старательно разглядывала очередную головоломку, вывешенную в зале, когда почувствовала на себе пристальный взгляд. Обернувшись, она увидела высокого, довольно симпатичного джентльмена. Сестра уже собиралась дать на халу понять, где его место. Как вдруг он спросил. Вам что, все это нравится? От такой неожиданности Элизабет даже растерялась. — Не знаю, — голос звучал ее робко. — Вы думаете, это должно нравиться? — Нет, — ответила незнакомец. — Все это чепуха. Пойдемте, я покажу настоящее искусство. И вот, — продолжала сестра свой рассказ, — я пошла за ним, как потерявшийся щенок за новым хозяином. А он то поднимался по лестницам, то сбегал вниз, и при этом объяснял мне хорошо поставленным голосом, что действительно представляет интерес, а что нет. Говорил он довольно громко, и вскоре за ним следовала толпа. Представляешь? — Представляю. К этому времени и мой опыт общения с Хью насчитывал немало подобных эпизодов. Я уже мог убедиться, что ничто не может поколебать его уверенности в себе. Так вот, — предложала Елизабет, — вначале я была несколько растерян. Затем мне стало ясно, что он превосходно знает все, о чем рассказывает. И при этом он был совершенно искренен, никаких задних мыслей. Он просто хотел, чтобы я все увидела и поняла. Сегодня это касается всего на свете. Кто-нибудь другой, прежде чем принять решение, долго мямлил, не умея решить, что подать на обед, как управиться с делами, за кого голосовать, Хью же всегда все точно знает. Все эти припадки, комплексы, нервные расстройства нам не грозят. Я выбираю Хью, а все несчастники пусть катятся в психиатру. Так оно и было. Рай с безукоризненно подстриженными лужайками, где нет не только нервных припадков и комплексов, но даже змеи-искусителя. Впрочем, змеи-искусителя не было до тех пор, пока на сцене не появился мистер Креймонд. В тот день мы сидели на террасе. Хью, Элизабет и я, блаженствуя под лучами августовского солнца и даже не пытаясь сделать вид, что ведем беседу. Я лежал, прикрыв лицо в полотняном кепе, прислуживался к шумам летнего дня и был неимоверно счастлив. Ветер шевелил ветви осин, лет сбудил низким и ровным басом. Стреки доносился плеск весел и скрип уключен, то там, то тут раздавалась механическая позвятка Никола Гольчиков. Это на лугу паслись любимцы Хью и его настоящая гордость. Атара, которую выпускали каждое лето на волю. Он уверял, что для луга нет ничего лучше, чем несколько пасущихся на нем животных. К тому же пять-шесть толстых и непровадных овец, по его мнению, добавляли в пейзаж приятную пасторальную ноту. И вдруг, к счастью, удары колокольчиков, где-то отчаянное влияние казалось на бедных новичек напала стая волков. Вот тогда-то у меня появилось тревожное предчувствие. Услышав, как Хью громко и зло выругался, я открыл глаза и увидел картину, еще более не соответствующую прежней идиллии. Не волки, а огромный черный пудец с развивающимися кудряшками, я как раз на мошенникам с радостным веселем гонялся по лугу за перепуганными овцами. Было ясно, что он не собирается на них нападать. Возможно, овцы просто казались ему наиболее подходящими партнерами для игры. Но еще очевиднее было то, что перепуганным животным было не до веселья. Прежде чем вся эта апотека закончилась, они оказались бы в реке. В одну секунду Хью перемахнул через низенькую ограду, отделявшую лужайку от террасы и уже был среди овец, сбивая их в кучу и отгоняя от берега. Одновременно он давал приказы собаке, которая их явно не собиралась выполнять. «Лежать!» Яростно кричал он. «Кому сказано лежать?» И затем, словно имел дело с собственными гончами, скомандовал. «К ноге!» «Лучше бы он взял камень или палку и замахнулся», подумал «Пес не обращал на крики Хью никакого внимания. Он по-прежнему счастливо тявкал и набрасывался на овец. Хью пришлось вновь впуститься в безуспешное преследование, но секунды позже пудель замер, как копанный, услышав голос, раздавшийся из-за деревьев у самого края лужайки. «Асье! Асье Туа!» — сказал кто-то, запыхавшись. Невысокого роста щегульский одетый человек торопливо шел в сторону Хью. Тот его явно поджидал. Лицо приобретало все более зловещее выражение. Элизабет схватила меня за руку. «Пойдем скорее к ним. Хью не любит оказываться в дурацком положении». Когда мы прилизились, Хью, все более распаляясь, выговаривал собеседнику. «Тот, кто не знает, как правильно тренировать собаку, не должен ее заводить». Собеседник вежливо ему внимал. У него было хорошее лицо, тонкое, умное, с морщинками и углами глаз. Но читалась на нем и легкая ироническая усмешка, которую он и не пытался скрыть. Оказалось, он искосо оглядывает нас. Внимательный, прищуренный взгляд напоминал объектив камеры, фиксировавший все вокруг. Человек вроде Хью этого бы никогда не заметил. Я же почувствовал это немедленно. В облике незнакомца было что-то мучительно знакомое. Я уже видел где-то этот высокий лоб, редеющийся да и волосы. Но, сколько я не напрягал память, пока Хью долго и нудно читал хозяину пуделя мораль, ответа я так и не нашел. Лекция завершилась несколькими советами о наилучших способах тренировки собак. Стало ясно, что Хью уговорил себя простить незнакомца. Но, поскольку никакого ущерба принесено не было, начал он. Его собеседник спокойно кивнул. Все-таки для того, чтобы отношения между соседями не начинались с недоразумения, Хью в изумлении возрился на него. Соседями? Вы хотите сказать, что живете где-то поблизости? Спросил он почти грубо. Его собеседник махнул рукой в сторону леса. За этими деревьями. В Дейнхаузе? Нужно сказать, что Дейнхауз был для Хью почти такой же святыни, как и Хью. Как-то в порыве откровенности он сказал мне, что обязательно купил бы его, предложи ему кто-нибудь эту сделку. Поэтому в его тоне звучала не столько обида, сколько понятное недоверие. Невероятно! Именно в Дейнхаузе, уверяю вас, спокойно подтвердил собеседник. Много лет назад я выступал там с фокусами и всегда мечтал, что когда-нибудь стану его владельцем. Фраза о фокусах подсказала разгадку. Этим же объяснялся его акцент, пробивавшийся сквозь превосходный английский язык. Ведь он родился и вырос в Марселе. Его имя стало легендой, задолго до его появления на свет. Вы Реймонд, воскликнул я. Чарльз Реймонд. Можно просто Реймонд. При этом он угнулся, словно извиняясь за проявление мелкого тщеславия. Мне очень лестно, что вы меня узнали. Не думаю, что он был уж так и польщен. Реймонд волшебник. Великий Реймонд. Мог быть уверен, что его узнают повсюду. Мастер, ловкость рук которого заставила померкнуть звезду Терстона, чьего умение развязывать сложнейшие узлы и исчезать из подзамков, почти превзошло в славу Гудини. Он вовсе не был склонен недооценивать себя и свою известность. Когда-то он начинал со стандартного набора фокусов, составлявшего репертуар профессионалов средней руки, однако дошел до знаменитых трюков с побегами, известных, я думаю, сегодня каждому. Свинцовый сундук, опущенный под лед в целый футлу толщиной, склепанный из полустали и заваренная смирительная рубашка, сейф английского королевского банка, коварный узел самоубийц, обхватывающий горло и обе ноги и затягивающий все сильнее вокруг шеи при малейшем движении. Все это Реймонд испытал на себе и сумел выйти целым, целым и невредимым. А затем, на самой вершине мировой славы, он только исчез. Его имя стало историей. Когда я спросил о причинах ухода, он ответил, пожимая плечами. Человек занимается всем этим по двум мотивам. Либо ему нужны деньги, либо им движет любовь к профессии. Если же денег достаточно, а любви к работе больше нет, к чему продолжать? Но лишиться славы, возразил было я, достаточно знать, что здесь тебя ждет дом. Вы хотите сказать, что всегда собирались жить здесь и нигде больше, спросил Элизабет? Только здесь. Об этом я мечтал все годы. Я впервые увидел его любимый жест. Когда он в чем-то хотел убедиться беседника, он прикладывал палец к кончику носа и подмигивал. Я не делал тайны из своего желания. Оно было известно из распорядителя местноследства, и когда пришло время продажи, я оказался первым и единственным покупателем. Да, ваша верность идеи заслуживает восхищения, сказал Хьюз, чуть заметным напряжением в голосе. Элизабет рассмеялся. Да это уже была моя идея фикс. Эти годы я путешествовал по всему свету, но как не прекрасны были эти места, я всегда знал, что они хуже моей усадьбы на опушке леса возле этой реки и этих холмов. Когда-нибудь частенько говорил о себе, я приеду сюда и буду возделывать свой сад как гандит. Он задумчиво поглазил пузыря и, с чувством огромного удовлетворения на лице, поглядел вокруг. И вот я здесь. И вот он здесь. Очень скоро стало ясно, что его появление внесло заметные перемены в жизнь Хьюлтопа. Я уже говорил, что замок был зеркальным отражением своего хозяина. Не мудрено, что стал меняться и характер самого Хью. Он становился все более беспокойным и раздражительным, а его привычная уверенность переходила порой в агрессивность. Случалось добродушие и просыпалось в нем с новой силой, но не часто. В основном же ему то и дело приходилось сдерживать приступы ярости. Его что-то тревожило. Так чувствует себя человек, в глаз которому попала пылинка, и он никак не может от него избавиться. Вот и от Реймонда он никак не мог избавиться. Мне время от времени начинало казаться, что бывшему фокуснику весьма по душе такая роль. Он бы мог не покидать собственного дома, заниматься садом, рассматривать альбом со старыми фотографиями. Ну уж не знаю, чем еще занимаются оставшиеся, оставившие свою рисунку актеры, но традиционные развлечения отставников его явно не устраивали. Он находил самые различные предлоги, чтобы появиться в Хиллтопе в самый неподходящий момент. Также и Фью регулярно оказывался в Дейнхаузе и проводил там немало времени в беседах, полных упреков и всплесков ярости. Должно быть они вам подогадывались, что гораздо лучше бы им было держаться подальше друг от друга. Но уж слишком не сходны были их характеры. Они напоминали одинаково заряженные магниты. Порой казалось, что между ними пробегает электрическая искра, когда они оказывались рядом в комнате. Они спорили по любому поводу, доходя до самых резких выпадов и обвинений. В этих схватках Хью напоминал средневекового рыцаря в надежных ладах. Настолько непробиваемой была его уверенность в себе. Реймонд же пытался найти какую-нибудь щель в его броне, думая, что это и раздражало его больше всего. Для человека, привыкшего к многоходовым, замысловатым комбинациям, в любом, даже самом незначительном случае, было невыносимо видеть, как Хью обходится одной фразой, чтобы непререкаемым голосом изложить ту или иную форму, норму поведения или положения закона. Не раздумывая, Реймонд сказал Хью, да вы просто средневековый рыцарь. Среди достижений человечества последних веков самым важным, я считаю, вывод, что простых ответов не существует. Нельзя решить проблему простым щелчком пальцев. Я верю, что когда-нибудь вы столкнетесь с неразрешимым вопросом. Это и станет для вас откровением. В одно мгновение вы поймете больше, чем за всю прежнюю жизнь. Конечно, поведение Хью тоже не способствовало сближению. Он спокойно ответил, я считаю, что мало-мальски мыслящий человек, если он достаточно смел, не может столкнуться ни с какой дилеммой. Уверен, что один из таких эпизодов и привел к последующей катастрофе. Однажды Реймонд поделился своими планами в отношении Дейнхауза, думаю, что при этом им двигались совершенно невинные, сугубо эстетические потребности. Но каковы бы ни были мотивы, последствия оказались ужасными. Он довольно подробно рассказывал нам о планируемых изменениях. Дейнхауз был слишком велик для него и явно подавлял его своей громадой. Я живу как в музее, жалился Реймонд, брожу по переходам, как призрак. Парк тоже нуждался в переделке, старые деревья конечно прекрасны, но для хозяина их было слишком много, он пытался объяснить. Я даже не имею возможности видеть за всем этим лесом реку. А я так люблю вид струящейся воды. Но в запасе у него были куда более радикальные решения. Он хотел снести оба крыла дома, срубить большую часть деревьев. Тогда бы открылась река, а местность стала бы выглядеть живее. Дом перестанет быть музеем и превратится в нормальный дом, о котором он мечтал все эти годы. Когда Реймонд начал свою речь, Хью спокойно сидел на стуле. Чуть откинувшись назад. Но по мере того, как выявлялись подробности грядущих изменений, он все более выпрямлялся, пока не стал своей посадкой напоминать кавалериста, изготовившегося к решительной атаке. Губы плотно сжаты, лицо побагровело, кулаки нервно сжимались и разжимались. Каким-то чудом он удержался от немедленной вспышки, но было ясно, что это ненадолго. Бросив взгляд на Элизабет, я понял, что она испытывает те же опасения. И когда Реймонд, покончив с деталями, самодовольно спросил, что мы думаем обо всем этом, удержать Хью было невозможно. Он подчеркнуто, неторопливо столкнулся к собеседнику и спросил, вы действительно хотите знать мое мнение? — Хью, умоляю! — воскликнул встревоженный Элизабет. Он и бровью не повел. — Так вы действительно хотите знать мое мнение? — повторил он решительно. Реймонд находился. — Конечно. — Ну тогда послушайте, — сказал Хью и глубоко вздохнул. — Я думаю, что никому, кроме проклятых еретиков, не пришла бы мысль о подобном варварстве. Вы из тех, кто получает удовольствие от разрушения нравственных устоев и традиций. Вы весь мир взорвать готовы. — Но позвольте, — возразил побледневший Реймонд. — Явно рассержен. — Вы что, не понимаете разницы между изменениями и уничтожением? — Поймите, я ничего не собираюсь разрушать. Я хочу только внести необходимые изменения. Необходимые! На губах Хью заиграла произвительная успешка. Выкорчевать деревья, росшие в этом парке сотни лет, разрушить дом, задуманный и построенный как единое целое. Я считаю, что это сознательное уничтожение. — Боюсь, я не совсем понимаю вас. Освежить вид, придать новый облик. Я не собираюсь спорить с вами, прервал ее Хью. Заявляю вам, вы не имеете права портить свою собственность. Они стояли друг против друга, обмениваясь яростными взглядами. Было от чего испугаться. Но я видел, что Хью по-прежнему удается держать себя в руках, а Реймонд слишком уравновешен, чтобы выйти из себя. Неожиданно пик яростного противостояния миновал. На губах Реймонда вдруг заиграла довольная усмешка, и он с интересом посмотрел на своего оппонента. — Понятно, — сказал он. — Как же я сразу не догадался. Все это похоже на музей, и должно остаться музей мой. Я только хранитель прошлого, смотритель музея, так сказать. Боюсь, с этими словами он улыбнулся и покачал головой. Я не очень подхожу именно для этой роли. Я уважаю прошлое, но предпочитаю иметь дело с нем сегодняшним. Поэтому я обязательно осуществлю свои планы по переделке дома. Надеюсь, они не станут препятствием для нашей дружбы. Вернувшись на следующее утро в город, где мне предстояло провести целую неделю в жарком и душном служебном кабинете, я еще подумал, что Реймонд весьма удачно избежал скандала. Слава Богу, дело не зашло слишком далеко. Можете представить мое удивление, когда в пятницу раздался телефонный звонок Элизабели. По ее сбившим словам, все было ужасно. Проклятое дело с Дейнхаузом зашло слишком далеко. Она очень рассчитывала на то, что я приеду на выходные. Об отказе не могло быть и речи. Она придумала, как примирить враждующиеся стороны, а я был необходим для поддержки. В конце концов, Хью доверял мне, как никому другому, и она на меня так надеется. «Надеешься? На что?» – переспросил я, не испытывая особого восторга от ее замысла. «Послушай, Элизабель, чё там пытался я отказаться от… ну какой я к черту советчик?» «Хью и не подумает меня послушать, если дело касается его собственных проблем». «Ну, если тебе так неприятен этот разговор…» «Да я не об этом!» – взорвался я. «Мне просто не хочется соваться в это дело!» «Хью в состоянии решить все сам!» «Это меня и пугает!» «Что ты имеешь в виду?» «Это не телефонный разговор!» «В ее голосе появились жалобные нотки!» «Я расскажу тебе подробности завтра!» «Я в твоем сердце сохранилась хоть капля любви!» «Ты сейчас и сестре!» «Я жду тебя с утренним поездом!» «Поверь, это очень серьезно!» Я приехал утром в отвратительном настроении. Мое сверхативное воображение мне уже нарисовало ужасную картину катастрофы, хотя никаких оснований для этого, в общем-то, не было. И к той минуте, когда я поднимался по широкой лестнице замка, я был готов к чему угодно. Внешне, однако, все выглядело безоблачным. Хью встретил меня очень тепло и сердечно. Обрадовалась мне Элизабет. «Мы прекрасно пообедали!» За столом продолжался непринужденный разговор. Тема Реймонда Эйденхауза ни разу не всплывала. Я тоже не стал говорить о звонке Элизабет, но при мысли о нем меня хватило понятного раздражения. Можно представить, в каком состоянии я был, когда мы с Элизабет наконец-то остались наедине. Изволю объяснить, что все это значит. Бог знает, чего только я не передумал, пока я ехал сюда. И что я вижу? «Давай, расскажем!» «Сейчас», — сказала она невесело. «Пошли». Она повела меня по тропинке парка за конюшню. У дороги, начинавшейся на опушке леса, она неожиданно спросила, «Ты ничего не заметил, когда подъезжал к дому?» «Да нет». «Я так и подумал. Поворот в замку слишком далеко отсюда. Сейчас ты увидишь все сам». Я действительно увидел все сам. Ровно посередине дороги был поставлен стул. На нем сидел крепкого сложения молодец, небрежно перелистывающий журнал. И я без труда узнал его. Это был один из надежнейших слуг лазеров. По лицу его было видно, что сидит он здесь уже давно и готов просидеть ровно столько, сколько потребуется. Я сразу догадался, для чего здесь усадили. Однако Элизабет посчитала необходимо растолковать все это самым тщательным образом. Когда мы подошли к сидящему, он поднялся навстречу и широко улыбнулся. «Уильям», — обратилась к нему сестра. «Будь любезен, расскажи моему брату, что за приказ ты получил от мистера Лазьера». «С удовольствием», — весело ответил тот. «Мистер Лазьер приказал, чтобы здесь все время сидел кто-то из наших. Мы не должны пропускать грузовики со строительными материалами для Дейнхауза. Мы должны говорить водителям, что это частная дорога, и они нарушают правила владения. Если кто-то попытается прорваться силой, нам належит вызвать полицию. Вот и все». «А вы уже имели дело с грузовиками?» — спросила Элизабет. Вопрос был рассчитан на меня, потому что он взглянул на нее с удивлением. «Вы же в курсе месяц? Пара грузовиков была первый день. Без всяких скандалов», — пояснила она для меня. «Никто из водителей не стал рисковать. Вторжение в частное владение — это вам не шутка». «Мы отошли от дороги», — я схватился за голову. «Невероятно! Разве Хью не понимает, что эта затея не пройдет ему даром? Это ведь единственная дорога в Дейнхаус. И потом, она так давно находится в общем пользовании, что ни о каком частном владении речи быть не может». То же самое Реймон говорил Хью несколько дней назад кинул сестра. Он примчался сюда в ярости. Они долго спорили, когда же и Реймон закричал, что заставит Хью отвечать за свои действия в суде, муж ответил, что будет просто счастье провести всю оставшуюся часть жизни в процессах по этому делу. Но это были еще цветочки. Напоследок, Реймон предупредил Хью, что сила влечет за собой только силу. С этого момента я жду, что между ними вот-вот разразится война. Разве ты не понимаешь, что, посадив своих людей посреди дороги, Хью его провоцирует? Это меня очень пугает. Я все прекрасно понимал. И чем больше я обдумал сложившуюся ситуацию, тем страшнее она мне представлялась. Но у меня есть план, нетерпеливо продолжала Элизабет, поэтому я и хотела, чтобы ты приехала. Сегодня вечером у нас будет званый ужин. Своего рода мирная конференция. Приглашены ты, доктор Дом Уэйнанд, Хью, вас обоих очень любят. И здесь она сделала паузу. Мистер Реймон. Не может быть, воскликнул я. Неужели он придет? Я была у него вчера. Мы долго разговаривали. Я объяснила ему свой замысел. Мол, соседи должны собраться за столом и прийти на конец к пониманию. Братская любовь и все такое. Должно быть, в его глазах я выглядела вдохновенной дурочкой, но, как бы то ни было, он ответил согласием. Дурное предчувствие охватило мне. Ах, Хью. Знает об этом? Об ужине? Конечно. Нет. О том, что придет Реймонд? Не знает. Ей явно не понравился мой мрачный взгляд и она с вызовом бросила. Как ты не понимаешь? Нужно было сделать хоть что-нибудь. Я пошла на этот шаг. Но неужели лучше сидеть и ждать неизвестно чего? Пока мы не расселись за столом, мысль о том, что сестра не так уж и не права, не раз приходила мне в голову. Однако ее мужа приход Реймонда явно вывел из разновесия. Ему удалось скрыть свои подлинные чувства, но взгляд, брошенный в сторону Элизабет, был более чем красновечив. При этом он элегантно познакомил Реймонда и доктора, поддержал разговор за столом и вообще очень неплохо справлялся с ролью хозяина. По иронии судьбы, именно присутствие доктора, превратив поначалу эту встречу в победу Элизабет, все испортило и привело к трагическому финалу. Известный хирург с весьма благообразной внешностью, Уэйнанд, как школьник, обрадовался знакомству с Реймондом. Не прошло и часа, но уже можно было подумать, что перед вами закадочные друзья. Но как только Хью почувствовал за ужином, что все внимание сосредоточилось на фокуснике, а не на нем самом, маска доброго хозяина начала потихонечку исчезать. В этом-то и был фатальный изъян плана Элизабет. И есть, конечно, люди, которым нравится принимать у себя знаменитости и греться в лучах их славы. Хью был не из этой породы. Кроме того, он считал доктора одним из ближайших друзей, а мне уже не раз приходилось убеждаться, что уверенные в себе люди крайне ревниво относятся к симпатиям своих близких. А если к тому же на давнюю дружбу посягает еще и кровный враг, да представив себе на месте Хью, поглядывая во всю разрешеншуюся за столом Реймонда, я готовился к самому страшному. Наконец Хью представилась возможность вмешаться. Реймонд увлеченно рассказывал о своих инструментах, которые он использовал для эффектных трюков с освобождением. Сосчитать все, что имелось в его арсенале, было просто немыслимо. В дело могло пойти все что угодно, проволока, кусочек металлической стружки, даже клочок бумаги. Он использовал их, примеряясь конкретной ситуацией. Но из всего множества, и при этих словах он неожиданно посерьезнее. Есть только одно, о чем я мог бы верить в свою жизнь. Представьте себе, оно даже не имеет материального воплощения. Для многих людей его просто не существует. Но именно его я использовал наиболее часто и никогда не проигрывал. Доктор весь подался вперед, глаза его заблестели от восторга. Что же это? Знание людей друпное. Или другими словами, знание человеческой природы. Для меня это такой же необходимый инструмент, как для вас скальпель. — Неужели? — спросил Хью. Слова прозвучали неожиданно резко. И все повернулись к нему. — Послушать вас так вы не фокусами занимались, а заведовали кафедрой психологии. — Возможно, — ответил Реймонд, внимательно посмотрев на собеседника. — А особых секретов здесь нет. Моя профессия, мое искусство, а я считаю моим словом искусство, заключается в том, чтобы отвлечь зрителя, направить его внимание в другую сторону. При этом я только один из многих практиков. — Так уж и многих. Что-то я и не часто встречал людей в вашей профессии, — заметил доктор. — Обратите внимание, — взросил Реймонд, — я говорю исключительно об искусстве управлять вниманием. Мастер побегов, обладатель ловких рук — это только самые экзотичные виды моей профессии. А как насчет тех, кто занят политикой, рекламой или торговлей? Он повторил свой зубный жест и подмигнул окружающим. — Боюсь, все они превратили мое искусство в собственную профессию. Доктор улыбнулся. — Поскольку вы не включили в этот перечень профессию врача, я, пожалуй, соглашусь с вами, но хотелось бы знать поточнее, как помогает в вашей профессии знание человеческой психологии. Все очень просто. Каждого человека следует тщательно оценить. Затем, если в нем есть вот какие-то слабости, можно легко навести его на ложный след. Вы внушите ему все, что хотите без особого труда. Как только он клюнул, остальное — пустяки. Жертва увидит лишь то, что волшебник хочет ей показать. Она проголосует за политика, купит разрекламированный товар — это неизбежно. — Неужели? — вмешался Хью. — А если перед вами окажутся люди, у которых хватит ума не клюнуть на предложенную вами приманку? Удадутся ли вам ваши тогда фокусы? Или ваше искусство лучше сравнить с продажей стекляшек дикарям? — Это не честно, — Хью, — возразил доктор. Человек высказывает свои идеи, нечего к нему цепляться. Может быть, как раз и есть чего. Хью пристально посмотрел на Реймонда. — По-моему, у него чересчур много интересных идей. Вы только хотел бы знать, хватит ли у него смелости защитить их в споре. Реймонд тщательно промокнул салфеткой губы и аккуратно положил ее подле своей тарелки. — То есть вы хотите, — сказал он, адресуя свой вопрос Хью, — чтобы я продемонстрировал свое искусство? — Все зависит от того, что вы хотите предложить. Только не фокусы спортсигарами, кроликами в цилиндрах и прочую чепуху. Я бы предпочел что-нибудь серьезное. — Что-нибудь серьезное, — задумчиво повторил Реймонд. Он внимательно отглядел комнату, повернулся к Хью и указал на массивную дубовую дверь, которая отделила столовую от гостиной, где мы собрались после ужина. — Полагаю, дверь не заперта? — Нет, — ответил Хью. — Я ее не запирал уже много лет. — Ну а ключ у вас? Хью вытащил из кармана связку ключей, довольно долго гремел ими, и, наконец, отделил один очень старый, причудливую форму. — Вот, такой же замок в буфетной. Несмотря ни на что, он был явно заинтригован. — Очень хорошо. — Нет, нет, ключ мне не нужен. Дайте его доктору. — Надеюсь, ему-то вы доверяете? — Да, — сухо ответил Хью. — Прекрасно. Теперь доктор, будьте любезны, запретит дверь. Доктор приблизился к двери, решительно вставил ключ и повернул его. Резкий звук замка прозвучал неожиданно громко. Доктор вернулся к столу и протянул ключ. Но Реймонд замахал руками. — Нет, нет, ни в коем случае не выпускайте его. — А теперь, — сказал фокусник, — развязка. — Я иду к двери. Замахиваю платком. С этими словами он едва коснулся замочной скважины. — И, пожалуйста, дверь открыта. Доктор подбежал, все еще сомневаясь, повернул ручку и с огромным изумлением посмотрел на распахнувшуюся дверь. — Черт меня побери, — воскликнул он. — Так или иначе, — рассмеялся Элизабет, — вы все попались на уловку мистера Реймонда. — Хью был в ярости. — Хорошо. — Сказал он. — Как вам это удалось? Как вы это сделали? Я с каким-то упреком переспросил его Реймонд. Затем он с явным удовольствием улыбнулся. — Это сделали вы сами. Я только что воспользовался своими крохотными познаниями в области человеческой психологии, чтобы помочь вам. — Пожалуй, я знаю, — вмешался я в их разговор. — Дверь была заперта заранее, и когда доктор думал, что закрывает замок, на самом деле он его открывает, правильно? Реймонд утвердительно гибнул. — Дверь действительно была заперта. Немножко поразмыслив перед переходом сюда, я подумал, что вечером может развернуться некое состязание. Я убедился в том, что после меня гостей уже не будет, а затем воспользовался вот этим. Он протянул руку, и мы увидели металлический стержень. — Это обычная отмычка, но к старым примитивным замкам она вполне подходит. Реймонд наш морщил в лоб, затем лицо его просветлело, и он продолжал. — Наш уважаемый хозяин сам предложил ложный след, утверждая, что дверь открыта. Он был настолько уверен в себе, что у него и мыслей не возникло проверить. Ведь все было так очевидно. Доктор тоже человек очень уверенный в себе. Он попался в ту же ловушку. Теперь вы понимаете, что уверенность в себе не так уж безопасна. — Согласен, — печально закивал Уэйнонд, хотя для человека моей профессии подобное признание самоубийством. С этими словами он бросил ключ от двери в руки Хью. Ключ перелетел через стол и упал. Хью даже не сделал никакой попытки поймать его. — Ну, Хью, хочешь не хочешь, а надо признать, что мистер Реймонд доказал свою точку зрения. — Неужели? В голосе Хью зазвучала мягкая ирония. По лицу его блуждала отсутствующая улыбка. Было ясно, что в голове его созревает какая-то идея. — Брось, — нетерпеливый воскликнул Уэйнонд, — тебя провели точно так же, как и всех нас. Ты, знаешь, это не хуже меня. — Конечно, милая, — с готовностью подхватила Элизабет. Думаю, сестра решила использовать случившееся как повод для долгожданного примирения. Ведь для этого и был задуман вечер. Честно говоря, трудно было найти момент неудачнее. Мне страшно не понравилось выражение глаз ее мужа. Он смотрел на всех затуманившуюся зону. — Такого Хью я никогда прежде не видел. Обычно, когда он выходил из себя, следовал бурные светские эмоции, а через несколько минут ему становилось неловко за случившееся. Но сейчас он был совсем другим. Выглядел каким-то заторможенным, и это меня не на шутку встревожило. Правая рука его лежала на спинке стула, левый он упирался на стул. Повернувшись в полоборота, он, не отводя взгляда, смотрел на Реймонда. — По-моему, я в меньшинстве, — заметил он наконец. — Прошу прощения, но меня ваш фокус разочаровал. Не то чтобы и для его выполнения не надо особого ума. — Здесь все в порядке. Но его мог бы выполнить и опытный слесарь. — Ну, виноград всегда зелен, — развеселился доктор. Хьюперши покачал головой. — Совсем нет. Просто когда в двери есть замок, а в кармане ключ, не слишком много нужного волшебста, чтобы открыть ее. Зная репутацию нашего дорогого гостя, я думал, что мы увидим нечто более серьезное. На лице Реймонда появилась гримаса. — Поскольку я все-таки рассчитывал вас позабавить, — сказал он, — — Прошу простить за испытанное разочарование. — Что вы? — Как забава, оно вполне подошло. Здесь жаловаться не на что. — Что же касается настоящего испытания? — Настоящего испытания? — Да. — Кое-чего необычного. — Скажем, дверь без ключей замков, в которых можно незаметно ковыряться. — Закрытая дверь. — Ее можно открыть прикосновением пальца, и в то же время открыть невозможно. — Как вам? Реймонда прищурился в задумчивости. Он словно пытался повнимательнее разглядеть, что ему предлагали. — Довольно любопытно, — сказал он после паузы. — Можно подробнее? — Расскажите. — Зачем рассказывать? — воскликнул Хью. В голос его чувствовался азарт. — Я понял, что именно этой секунды он и ждал. — Есть вариант получше. Я покажу вам эту дверь. Он резко вскочил и вернулся вперед. Мы последовали за ним. На месте осталось лишь Элизабет. Когда я спросил ее, не хочет ли она пойти с нами, она только покачала головой. И так осталось сидеть, глядя на нас с полной безнадежностью. Мы шли по грибам замка. Я догадался, просидив взглядом за лучом ручного фонаря Хью. В этой части подземелья я никогда не бывал, хотя несколько раз спускался вниз, чтобы помочь Хью выбрать бутылочку вина получше. Но сейчас мы прошли мимо винных кладовых и пошли дальше, приближаясь к длинному, плохо освещенному подвалу. Наши шаги глупо разносились по каменному полу. На стенах были капли влаги. На верху ночь была довольно теплой, но здесь я чувствовал сырой и странный холод, забиравшийся под одежду и пробиравший до костей. По телу пробегали мурашки. Доктор вздрогнул и что-то пробормотал о гробницах Атлантиды. Мне сразу стало легче. Значит, ни у меня одного на сердце было неспокоено. Мы прошли через весь подвал и остановились перед маленьким каменным закутком в самом дальнем углу. Шириной он был фото четыре, высотой фото восемь. За распахнутой дверью разглядеть что-то внутри никак не удавалось. Хью потянул массивную дверь на себя. — Вот она, — сказал он отрест. Сделана из хорошего дерева, толщиной четыре дюйма. Подогнана так, что воздух сюда практически не поступает. Этому замечательному шедевру полутницкого мастерства двести с лишним лет и никаких замков или запоров. А вместо ручки вот эти кольца. Он мягко оттолкнул дверь, она вновь распахнулась. Видите, дверь отрегулирована так, что распахивается от легчайшего толчка. — Но зачем, — спросил я, — как все это разумно объяснить? Хью коротко размеялся. — Конечно, объяснение есть. В те страшные времена, если слуга совершал проступок, думаю, что-то вроде дерзкого ответа одному из моих предков, его отправляли сюда, чтобы он ощутил свою вину и раскаялся. А поскольку воздуха хватало максимум на несколько часов, он или очень быстро признавал свою вину, или больше не совершал подобных проступков? — Никогда. — А дверь? — спросил внимательный доктор. — Вот эта самая дверь, которая открывается от малейшего прикосновения. Что же мешало открыть ее и дать доступ воздуху? — Вот что. Луч фонаря разогнал тьму внутри каменного мешка, и мы все сгрудились у выхода, чтобы получше видеть. На дальней стене, на уровне человеческого роста, вернее чуть выше, была прикреплена короткая толстая цепь с подковообразным мошенником на конце. — Понятно, — протянул Реймонд. Это были первые его слова с той минуты, когда он покинул гостину. — Действительно остроумно. Человек поставлен у самой стены, он видит дверь, на шее у него ошейник, замка на нем нет, значит он просто заклепан. Дверь закрыта, и все последующее время он напоминает висящего на невидимой дыбе. Доками несчастный пытается дотянуться до кольца на двери, не понимая, что дотянуться до двери просто невозможно. Если ему повезет, он не задохнется в своем железном воротнике, а протянет до той минуты, когда кто-нибудь решит открыть ему дверь. — Бог мой! — воскликнул доктор. — После ваших слов мне чудится, что я тоже проходил через весь этот ужас! — Реймонд улыбнулся. Я пережил немало подобных ситуаций. Поверьте, действительность всегда страшнее самых жутких предположений. В какой-то момент обязательно появляется ощущение безысходного отчаяния, паники. Сердце стучит так, что, кажется, оно вот-вот выскочит из груди. По лицу струится холодный пот. Вот тогда ты просто необходимо взять свои руки. Отогнать все страхи и вспомнить то, что ты знаешь. — Если нет, — он выразительно провел ребром ладони про горло. — К несчастью, обычно жертвой подобных обстоятельств оказывается тот, кому не хватает внутренней твердости и необходимых знаний. — Таким не устоять? — Вы, конечно, устоять можете, — сказал Хью. — У меня нет оснований думать иначе. — Вы хотите сказать? — Хью оживился голос, его обрел прежнюю уверенность. — Окажись вы в тех же условиях, что этот несчастный два века назад то смогли бы открыть дверь. Вызов в голове был чересчур очевиден. Реймонд, естественно, не мог его не заметить. Он выдержал паузу. Было ясно, что фокусник раздумывает над ответом. — Пожалуй, да. Это, конечно, непросто сделать, сложить задачи в ее очевидной простоте, но решить эту проблему можно. — И сколько времени понадобилось бы вам для этого? — Максимум час. — Не хотите ли пари? — Хью произнес свой вопрос очень медленно, с явным удовольствием растягивая слова. — Подождите, подождите, — вмешался доктор, — все это мне очень не нравится. — Предлагаю прерваться и пропустить по стаканчику, — добавил я. — Игры-игры мы, но мы все рискуем заработать здесь воспаление легких. Казалось, ни Хью, ни Реймонд меня не слышали. Они стояли пристально глядя друг другу в глаза. Хью, горя от нетерпения, ждал ответа. Реймонд размышлял. Наконец он спросил. — Каковы ставки? — Если вы проигрываете, то в течение месяца оставляете Дейнхаус и продаете его мне. — А если я выигрываю? Хью было очень нелегко выговорить это, но он мужественно выдавил. — Тогда уеду я. Если вы не захотите купить мой замок, я продам его первому встречному. Для любого, кто хоть немножко знал Хью, подобное заявление из его уст должно было показаться безумным. В первые секунды мы просто оторопели. Доктор пришел с себя первым. — Нельзя говорить только о своем умении за имя, — закричал он. — Вы женаты. Что скажет Элизабет? — Ну так как? Пари? — Требовательно, — повторил Хью. — Вы готовы принять решение? — Мне кажется, я должен кое-что объяснить перед тем, как дам окончательный ответ. Временно помолчал, а с ним продолжил. — Боюсь, что у вас сложилось мнение, видимо виной моей гордыни, что я оставил свою работу только потому, что она мне надоела, что у меня пропал интерес. В действительности несколько лет назад мне пришлось обратиться к докторам. Врачи обследовали мое сердце, и неожиданно мое здоровье стало для меня самым важным на свете. Я рассказываю ему об этом только потому, что вынужден отказаться от сделанного предложения, хотя оно показалось мне весьма необычным и интересным способом разрешения споров между соседями. — Минуту назад вы казались вполне здоровым, — угрюмо заметил Хью. — Не настолько, как хотелось бы, друг мой. — Другими словами, — в голосе Хью зазвучала неприкрытая насмешка. — Помощника под рукой нет, ключей в кармане тоже, и никакой возможности заставить кого-нибудь увидеть то, чего здесь нет. — Придется вам признать свое поражение? — Реймонд весь напрягся. — Ничего подобного. Все инструменты, необходимые для подобных испытаний, у меня с собой. Уж поверьте, их было бы достаточно. В ответ раздался издевательский хохот Хью. Эхо разнесло его смех по всем уголкам подземелья. Я уверен, что именно этот издевательский смех, глухо отдававшийся в каждом коридоре, повлиял на решение Реймонда принять паре. Хью легко взмахнул тяжелой кувалдой с короткой ручкой и несколькими ровными ударами заклепал железный обруч, степь от которого тянулся к стене. Единственное, что бросило смех в глаза, в беспросветной темени, когда он закончил, — фосфористирующие свет цифры на циферплате часов Реймонда. Он взглянул на них. — Сейчас одиннадцать, — спокойно сказал Фокусник. — Суть пари. К полуночи дверь должна быть открыта. Не имеет значения никакими средствами. Таковы условия и вы, джентльмены, свидетели. Дверь захлопнулась. Мы ходили по подвалу. Все трое. Словно кто-то заставлял нас выделывать ногами самые немыслимые геометрические фигуры на этом каменном полу. Походка доктора была тороплива и резка. Я пытался повторять размашистые нервные шаги. Хью — глупое, бессмысленное занятие. Наши тени тоже метались со стороны в сторону и мы отсчитывали секунды. Но никто не решался поддаться искушению и взглянуть на часы. Из-за двери раздавался какой-то шум, порождаемый очевидным движением ног. Через ровные промежутки времени доносилось позвякивание цепи. Затем наступала тишина. А какое-то время спустя звуки возобновлялись. Вот они прекратились вновь. Я уже не мог сдерживаться и поднес руку с часами к висевшей над самой головой лампочке. В ее славном свете я разлил цифры и с ужасом понял, что прошло всего каких-то двадцать минут. После этого на часы посмотрели мои компаньоны. Легче от этого, правда, не стало никому. Напротив, напряжение возросло еще больше от того, что было известно точное время. Я заметил, как доктор стал заводить часы. Неожиданно он в страшном раздражении опустил руку и сообразил, что только что проделывал эту же операцию. Хью рассказывал, держа часы перед глазами. Можно подумать, он пытался взглядом ускорить бег минутной стрелки. Прошло полчаса. Сорок минут. Сорок пять. Я до сих пор помню все отчетливо. Когда я посмотрел на часы и понял, что осталось пятнадцать минут, у меня появилось сомнение, смогу ли я их выдержать. Я так замерз, что было больно дышать. Каково же было у меня потрясение, когда я увидел, что по лицу Хью градом струится пот. Я все еще смотрел на него в изумлении. Вдруг произошло что-то ужасное. Звук, прорвавшийся сквозь стены каменного мешка, напоминал предсмертный хрик. Он раздавался откуда-то издалека. Все мы содрогнулись. «Доктор!» – звучал из-за двери. «Воздуха!» Это был голос Раймонда. Из-за толстых стен доносился только тонкий прозитный крик. Единственное, что было различимо в нем – чувство всепоглощающего ужаса и рожденная им мольба воздуха. Эхо подхватывало и разносило ужасный крик. Он замирал где-то вдалеке, постепенно теряя свой трагический смысл. Затем наступила тишина. Мы рванули с двери, но Хью опередил нас. Он стоял у входа, прислонившись спиной к двери и загораживая ее. Вверх взметнулась рука с той самой кувалдой, которую он заклепал о шине Крымонда. «Назад!» – закричал он. «Не подходить!» В ярости он размахивал над головой тяжелым молотом. Нас так и отбросило назад. «Хью!» – взмолился доктор. «Я догадываюсь, о чем вы думаете. Забудьте об этом! Откройте дверь! Под мою ответственность прошу вас!» «В самом деле?» «Вы что?» «Забыли условия пари, уважаемый доктор?» «Дверь должна быть открыта в течение часа!» «При помощи каких средств?» «Не имеет никакого значения!» «Понятно?» «Он пытается одурачить вас обоих!» «Он разыгрывает всю эту сцену для того, чтобы вы распахнули дверь и выиграли для него это пари!» «Но это мое пари!» «Я принимаю решение!» Потому как он говорил, я понял, что он полностью контролировал себя, хоть голос у него и прерывался. От этого все происходящее выглядело еще омерзительнее!» «С чего ты взял, что это розыгрыш?» «Решительно спросил я!» «Он же говорил, что у него больное сердце!» «Ты же слышал, когда необходимо перебороть панику!» «Наступает внутреннее напряжение!» «Какое право ты имеешь рисковать жизнью человека?» «Черт возьми!» «Да вы что, не понимаете?» «Он ни слова не сказал о больном сердце, пока не почувствовал, что дело идет к пари!» «Ведь такую же ловушку нам всем он приготовил, когда запер дверь в столовую!» «Неужели не ясно?» «Но теперь это уж никто не откроет для него дверь!» «Никто!» «Да послушайте!» «В голосе доктора звучало неожиданное хрипотца!» «Вы что, ни на секунду не допускаете, что там действительно умирает человек?» «А может быть, уже умер!» «Я допускаю!» «Возможно, все!» «Да я вовсе не пытаюсь с вами спорить!» «Я хочу объяснить вам простую вещь!» «Если ему плохо, дорога каждая секунда!» «Вы крадете у него это время!» «Если он умрет, клянусь!» «Я выступлю на судебном процессе и буду свидетельствовать, что вы убили его!» «Вы этого хотите?» «Хью стоял с опущенной головой, но рука крепко сжимала кувалу!» «Я слышал его прерывистое дыхание!» «Когда он поднял голову, я увидел на его посеревшем лице страшную усталость!» «Было ясно, что он никак не может принять окончательного решения!» «В тот миг я понял, что имел в виду Реймонд в тот день, когда сказал Хью об откровении, которое он обретет, оказавшись перед дилеммой!» «Откровение, позволяющее человеку заглянуть внутрь самого себя и узнать истину!» «Хью, наконец, обрел это откровение!» «В темном подземелье, под бесконечный стук все громче отдававшихся в ушах секунд, мы стояли и ждали его решения!» Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok